Приветствую вас и, конечно, ваш вопрос, он очень похож на аналогичный для раздела эзотерики, но раз уж вы задали его в область в раздел психологии, то с точки зрения психологии я отвечу вам на него. Вы сейчас говорите о том, когда появится ваш молодой человек в вашей жизни, и тогда вы говорите про него, но не говорите про себя. А на самом деле именно про себя вам нужно говорить теперь в первую очередь, потому что то, что происходит с молодым человеком, это его право, это его жизнь, это в конде концов, его судьба и его хобби, это его хобби. А какую роль во всем этом вы отводите себе? Сами себе вы какую роль отводите в этой истории? Собираетесь ли вы? И если да, то как долго терпеть подобное отношение к вам? Это первое. Второе. Второе. Вы как будто бы не желаете нести ответственность за свою жизнь. Ведь вы тратите свое время на человека. Вы тратите свои силы в том числе и эмоциональные на этого мужчину. И я хочу вас спросить, какая разница, когда он появится в вашей жизни или нет? Важно другое, что вы сами позволяете вот этому всему происходить. Вот что действительно плохо. Вот что действительно печально. Вы позволяете всей этой ситуации происходить с вами. И возникает вопрос, почему? Ну, вы же сами понимаете, что помещаете себя в такое положение, когда от вас, вообще-то говоря, мало что не зависит. Если честно, то, судя по всему, вообще ничего не зависит. И вот, собственно, самый главный вопрос, который я хотел бы вам задать. Устраивает ли вас эта ситуация? Если да, то какая разница, когда ваш молодой человек появится? Он появится. Он появится. Обязательно. Он обязательно появится. Тогда, когда ему будет удобно. А вы просто напросто его ждите. Просто ожидайте его и все. Это единственное, что вы в данном случае можете сделать. Если же вы все-таки хотите как-то управлять своей жизнью, если вы все-таки хотите контролировать, что происходит в вашей жизни, то стоит и выработать тогда соответствующее отношение к этому. Если вам это отношение, простите, не нравится, а я думаю, что оно вам не нравится, иначе бы вы не обращались к нам. Если вам это отношение, такое отношение мужчине не нравится, то скажите ему об этом. Скажите ему об этом, скажите, что вы не собираетесь терпеть это. И вот если вы не можете этого ему сказать, по какой-то причине, не столь важной сейчас, по какой именно. Если вы не можете ему это сказать, но хотите, то вот с этим нужно разбираться. Что мешает вам высказать вашу позицию? Что мешает вам ее обозначить? Пусть может страх перед тем, что вы останетесь без него, без молодого человека, я имею ввиду. Пусть может кто-то еще вами движет. Тут, к сожалению, можно только гадать. Но факт, но это факт. Вам необходимо, опять-таки, определиться со своей позицией по этому вопросу. Какая она у вас? Как вы сами в этой ситуации себя видите? И считаете ли вы достойны того, что с вами сейчас происходит? И вот после ответа на эти вопросы, вы уже сможете последовательно, четко и лаконично выстраивать свою линию поведения по отношению к молодому человеку. И тогда вам будет все равно, когда он придет в вашу жизнь, когда он вернется, вернется ли он вообще или нет. Вы будете четко знать, что вы хотите. И будете идти к этой цели, к ним, к молодым человеку или без него. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok